Всем доброго, здоровьтесь и привет, аппетит, кто сейчас кушает, с вами Юрий Мишков. Всем привет! Игрушка под названием... 60 парсек. Всё так и есть. Короче, если чё, так уж справочка. Парсек это такая единица измерения в астрономии. Да, а в нашем случае это продолжение игрушки, где было 60 секунд до взрыва. В данном случае у нас сейчас астрономы такие есть. Ядерный взрыв, который разнесёт всю Землю. Я так понял, мы на какой-то капсуле улетим. В общем, наша задача это за 60 секунд сейчас набрать как можно больше членов экипажа, предметов, провизии и всё остальное. Кстати, а что ты больше суп не подбирал? Я пока не могу это сделать. А тортик? У меня сейчас, видишь, начнётся какая-то ерундень. Всё, пошло, скотч. О, всё, время пошло. Миш, там вон справа был чел. Да, вот его берём. А, я не могу, не влазит, не влазит. Всё, подбирай всё, что... Суп, суп, суп. Всё, у меня больше... А, нет, ещё могу, 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 могу. А вон ещё ящик какой-то был. Сейчас сбрасываем. Ещё ящик берём, хорошо, берём ящик, сбрасываем. Так, ещё суп, ещё суп. Не, погоди, мне нужно, чтобы мужика этого забрать. Давай, 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 со мной. Всё, видишь, он три ячейки занимает. У нас всё, полвремени закончилось, торопимся, мы торопимся. Вот сюда, давай, вот, отлично. Отлично. Ещё ящик, ещё ящик. Ящик, не знаю с чем, вон ещё суп, ещё кто-то. О, ещё какая-то штука интересная. Погоди, а, быстрей, быстрей, быстрей. Миша, вот эта штука, смотри, что это такое. Это не штука, это человек, это ещё один из экипажа. Не особо, похоже. А, быстрей, быстрей. Быстрей так, вот сюда, давай, суп. Больше супа, короче. Ещё что-нибудь есть, ещё что-нибудь. Стой, вот это какая-то штука. А, ещё суп. Ну ладно, дофига. Ай, не захватил, быстрей, какую тряпку суп. Беги, Миша, беги, 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 можешь успеешь. Всё, пора, валим. Всё, срой. О, жесть, мы, короче, только суп набрали. Походу, суп и ещё ящики, правда, набрали. И вот с этими предметами нам придётся теперь выживать. День первый. Итак, наша доблестная команда на этом шаттле. И мы будем выживать. Мужик какой-то вообще подозрительный. Здесь много текста, который будет предоставлен Юле. Да, рада познакомиться. Компьютерный ассистент Астра на службу прибыл. Вы должно быть Диди. Это вот, короче, наша Чика. Да, чётенька наша. С крутой притчей. Верно. Рада сообщить, что, судя по вашим действиям во время побега, вы идеальный кандидат на должность капитана этого судна. Добро пожаловать на борт спасательного шаттла, капитан. Позвольте принести вам извинения от лица членов программы Астра Гражданин за маленькие неприятности, из-за которых вас отнесло за 60 парсеков от земли. Ваша задача – найти безопасное место для приземления и попытаться установить контакт с окружающим миром. Чтобы получить дальнейшие указания, пожалуйста, запустите главный компьютер. Он находится в центре шаттла. Следуйте обычному протоколу продовольствия и накормите свой экипаж. Вперёд, капитан. Ой, тихо. А я специально стараюсь по нему. Вот смотрите, у нас есть реальные задачи. Семь удачных решений нужно принять и подходящее место для приземления. Вот наша команда, которых мы можем почитать характеристики. Видите, у нас есть умные, и по ловкости у них тоже есть свои ништяки. Так, вот этот глупый, но типа сильный. Ну, по нему и видно, если честно. Этот силослабак, но очень умный и гибкий. Вот. Также есть статистика, что мы покушали. Типа очкарики умные, короче. Вот наш компьютер. Капитан, все начинания Астра Граждан требуют воодушевляющей речи от командира корабля. Не буду вам мешать. Всё, все очень ждут вашей речи, капитан. И я тоже. Итак, наконец-то. Вы сможете показать, каким капитаном вы станете в этом невероятном путешествии. Какого рода речь вы произнесете? Ловкость. Ловкость. Интеллект или силы. Ну, я выберу интеллект и достаточно. Всё-таки умных в команде у нас больше, чем ураков. Всё, нам показали, что день пора заканчивать. Никто у нас не поел. Всё, завершаем таким образом день. Они, это как сказать, на диете. Ну, я так понял, здесь хавчик будет заканчиваться. Что-то, тут какие-то вылазки, помни, с прошлой части. Да, день второй. Казалось бы, интеллектуальная речь – это отличная идея. Разумеется, только в том случае, если тот, кто её произносит, достаточно умён. Ваш язык внезапно прилип к нёбу, и вы не смогли сказать ничего, кроме «Да здравствуют рептилии». Это была худшая речь из всех, когда-либо произнесённых в этой части вселенной. Похоже, все члены вашего экипажа с этим согласны. Поздравляю, капитан. В первый же день вам успешно удалось сплотить своих людей. Как минимум, против общего врага. Нормально. Ну что ж, хотя бы так. Это явно неудачный решение. Понятно, понятно, короче. Капитан, очень важно следить, чтобы вы и ваш экипаж хорошо питались. Одной порции вкуснейшего консервированного супа хватит, чтобы поддерживать силы человека на протяжении нескольких дней. Сомневаюсь, что мы найдём здесь, в космосе, другую полезную еду. Не забывайте следить за состоянием припасов. Если, конечно, не хотите есть своих коллег, ха-ха, шутка, пожалуйста, оцените её и посмейтесь. Сейчас это надо, я похлопаю, ха-ха-ха. Да-да-да. Да, спасибо вам за сотрудничество, капитан. В общем, пишет нам, что нужно провести проверку припасов. Единственное требование, это нужен кто-то умный. Так, ну у нас есть... Так, где у нас список сейчас? Вот этот, который тёмненький, так скажем. Она умная. И вот самый нижний, кто-то в очках. И есть ещё одарённый. Ну давай её пусть одарённый. Ну это, наверное, совсем типа круто, да? Да. Ну давайте его заставим пересчитать и посмотрим, чем это всё закончится. Он сейчас вообще, мне кажется. Ну-ка, а что у нас за изготовление предметов? Вот эта штука у нас есть. Так, скафандр. Ого, то есть экспедиции можно устроить. Ну слушай, здесь нас впереди ждёт очень интересное походу приключение, поэтому, ребята, поддержите, если хотите. Да, игрушка интересная. До конца его видеть. Да, день третий мы дожили всё-таки до третьего дня. Хорошие новости, капитан. Этот шаттл был заранее обеспечен аварийным запасом продовольствия. Используйте его с умом. Вон видно плюс два супа, ещё плюс два супа. Очередная проверка припасов закончена. Так-так, вы только посмотрите. Все расчёты сошлись. Отличная работа, человеческий экипаж. В настоящее время на борту находится следующее количество банок с супом. Двенадцать. Поправка. Точное число равно четырнадцати. На этот шаттл были доставлены дополнительные запасы провизии вместо предметов для развлечения. Вам повезло. Еды, которую вы собрали на станции, более чем достаточно. Пока что. Только не съешьте всё сразу. Угу. Ну, в принципе, это неплохо. Капитан, ремесленный модуль, который находится за кабиной, включен. Включён в материалах программы Астрогражданин. Говорилось о нём. Это чудесное устройство позволит вам создавать и уничтожать в соответствии с принципами закона сохранения массы. Хм. Так, нужно быть вот внимательными сейчас. Мегатов или энергии. Да-да-да, используйте их, чтобы создавать предметы, перерабатывать или чинить свои вещи, а также улучшать предметы и системы шаттла. Ну, я только могу галочку нажать по этому поводу. Короче, вот этому дураку я бы ничего не доверяю. Смотри, она... Вот, есть. Переработать я могу. Что у нас есть? У нас есть с собой руководство. Слушай, а может не надо пока перерабатывать? Я пока ничего не буду. Маска, аптека, есть скотч, суп у нас. Суп мы сами переработаем. Изготавливать мы можем суп, в принципе. То есть, если что-то переработаем. Так, понятно. Модернизировать можем. Ремесленным... Его же можем. Ну, я думаю, сейчас этим, наверное, не стоит заниматься. Наверное, что у нас день просто закончился, опять же. И все. Все. Скорее всего, да. Пока что у нас никаких решений. Скажешь, вы настолько тупы, что... Надо, знаешь, еще еще посмотреть состояние. Я раньше в предыдущей части не играл, не знаю, как тут все происходит. Это точно. Капитан, я вам уже говорила, что я привела в действие ремесленную систему изготовления предметов с задней части шаттла. Вы о ней не забыли? Не забыли. Все мы помним прекрасно. Как сказать? Так. Не помнили. В отличие от более крупных кораблей, у этого шаттла нет электромагнитной защиты. Проще говоря, он не приспособлен для длительных космических путешествий. А значит, существует определенный риск, в особенности для вашей кожи. Помните, в детстве мама всегда просила вас наносить на пляжи защиту от... Точнее, помните, в детстве мама всегда просила вас наносить на пляжи защиту от солнца? Сейчас шанс получить солнечный ожог гораздо выше, ведь здесь вас не защищает атмосфера. Не хочу показаться навязчивой, но у нас в аптечке есть солнцезащитный крем. Не будете ли вы так любезно его нанести, пожалуйста? Как считаешь? Ну, давай, и что? Ну, давайте, намажемся. Ну, раз она просит, окей. Такс, как мне посмотреть, насколько голодны наши ребята или не голодны наши ребята? Может быть, вот таким образом? А-а-а. Такс, она ок, пока все ок и дисциплина ок. То есть я могу посмотреть у каждого. Надо вот на этого, знаешь, посмотреть. Слушай, носок какой-то. Может, это страх потом будет, типа? Не знаю. Я видел, что там, например, носок. Или сумасшествие какое-нибудь. Руководство есть. Тот, кто контролирует суп, контролирует вселенную. Или хотя бы голод своего экипажа. Ну, в принципе, это... А, слушай, давай на этого придурка наведем? Да у всех все в порядке. То есть у всех все одинаково. Можно потом будет раздать всем суп. Удобно. Ну, в принципе, у нас ничего не остается. Слушай, мы точно не будем ничего там делать, мастерить? Да, я не вижу смысла. Суп у нас, в принципе, есть. Куда нам его создавать или еще что-то? Мне кажется, пока что все нормально. Так, день пятый. Вы нанесли солнцезащитный крем, чтобы избежать воздействия сильных электромагнитных лучей, беспрепятственно проникающих через безвоздушное пространство. Это, конечно, все равно, что мазаться теплым майонезом. Но теперь вы понимаете, что все эти взрослые зануды из вашего детства всего лишь пытались вам помочь. Спасибо! Итак, нанесение солнцезащитного крема так вас умиротворило, что вы решили сделать еще одну порцию. Вы смешали оксицинка с другими минералами и, оп, получили солнцезащитный крем. Никаких больше ожогов и слез. Ну и хорошо, слезы, может быть, и будут, но хотя бы не из-за вашей красной какрак кожи. Вам нужно что-нибудь поесть, капитан. Меган очень голодна, Малыш голоден, Эммит голоден. Так, слушай, запоминай, Меган, Малыш и Эммит. Потому что, я так поняла, кроме вот этой. Нет. А, нет. Ну, я думаю, что просто раздать всем суп. Ну, получается, да. Или подождем, пока они пипец голодные будут. Или сейчас покормят. Нет, давай уж сейчас, может, покормим. Ну, давай. Я надеюсь, это принялось. Так, давай посмотрим, что здесь у нас происходит. Наша система переработки воды перегревается. Само по себе это не проблема. В системе есть предохранительные устройства. Дело в том, что под ней мы храним минералы. Я переживаю, что любые минералы, даже их остатки могут расплавиться или вскипеть, если слишком сильно нагреются. Это может быть опасно. Наверное, сработает ручная перезагрузка. Но это будет сложно. Хотите попробовать? Это, наверное, будет какая-то головоломка. Давай, все, я за, будем пробовать. А мне кажется, они будут сами пробовать и все. Что-нибудь усломают? А, ну, блин. Ну, смотри. Давай, капитан, ты у нас. Есть предохранительные устройства есть. Все равно же, понимаешь? Но в ней мы храним минералы. То есть мы можем их потерять, правильно? Ну, да. А минералы нам нужны, чтобы создавать там, по-моему, что-то. Ну, давай попробуем. Мало ли, может, не все так плохо. Заканчиваем этот день. Все покушают. Ну, у нас же есть гении. Они должны справиться с этим. У нас, кстати, в основном умная команда. Есть средний человек во всем. Есть умный, умный. Ух, день шестой. Вы решили вручную перезапустить систему переработки воды. Это оказалось сложнее, чем вы ожидали. В инструкции проекта Астрогражданин к запатентованной системе переработки воды есть специальное предупреждение о том, что во время такого вида ремонта нельзя выпускать струйки пара. Вам повезло, что струйки пара, за которыми вы не уследили, не испарили никакие минералы. Или вас. Ну, короче, все прошло успешно. Ну, вот, видишь, все. Все покушали супа. Все теперь голодные. Да как вы голодные? Он, то есть один? Да они все голодные. Теперь мы... Что такое? А давай попробуем каждого покормить. Так мы давали каждого. Давай вот одного. Вот кто у нас тут? Вот этот. Вот он тут раз помог нам. Вот мы его и покормим. Так. Так, еще какой-то... Обратите внимание, капитана, это весьма необычно. Мы регистрируем неизвестные сообщения, но я не могу определить, кто их посылает. И, что еще важнее, каково их содержимое. Может быть дело в помехах из-за вспышки на солнце, а может и кое в чем похуже. Вдруг это новый тип советской кодировки. Нам надо расшифровать эти сигналы как можно скорее. Насколько можно судить, от этого зависит наша жизнь. Кому вы хотите поручить прослушивать этот канал связи? Ну, либо опять же вот... Давай, он у нас сейчас поел и будет... Он поест. Поест. Это его награда будет. Заканчиваем. Он будет проверять и есть заодно. Посмотрим. Приятно и с полезным. Я надеюсь, голод не помрет мне кто сейчас. Так, седьмой день. Да, там написали первый контакт. Капитан, вам надо это увидеть. Меня не так легко вывести из равновесия, но это один из величайших моментов в истории человечества и созданного человеком ИИ. Мы не одни в этой вселенной. Сигналы, которые мы приняли, наконец-то расшифрованы. Их посылают инопланетяне, иначе говоря, другие формы жизни. И нет, я говорю не о коммунистах. Такого мы еще никогда не видели. Похоже, в этой галактике множество развитых цивилизаций. Сигналы поступают отовсюду. Можно с уверенностью предположить, что с некоторыми из них мы рано или поздно встретимся. Наша, или точнее ваша, жизнь никогда не станет прежней, капитан. Эммит провел великолепную работу. Он же гений у нас, да. Ему удалось отследить некоторые радиопомехи и найти на нашем маршруте потенциальное место для посадки. Расчетное время нашего прибытия на это небесное тело, чем бы оно ни было, составляет... Т5. Запомнили, если что. Так, вот смотри, мы его покормили, но он все равно голоден. Вы что? Мне кажется, можно пока не кормить их. А если они умрут? Ладно, у нас какая-то вещь. Камерам своим не верю. Мимо нас только что пролетел десяток картофелин. Капитан, вам надо это видеть. А вон луковицы замерзшие при почти нуле градусов по Кельвину. Величаво проплывают между нашими стабилизаторами. Одна пролетает слишком быстро и разлетается на миллионы сверкающих кусочков, похожих на крошечные бриллианты. Осваивающие космос помидоры – часть празднования для сельского хозяйства на далекой планете Катрошок. Мы целимся в звезды, гласит их послание. Еще там упоминается, что их планета-сестра Плодородия скоро повторит этот праздник. Надо попытаться выловить эти праздничные помидоры из космоса. Но как? Плодородия? А, помодория. Ну ладно, ладно. Так, ну как, кто у нас, типа, ловкач будет ловить? Наверное, слушай, давай ловкач. Это вот что значит 3 и 1? Вот это вот, черти. Не знаю, но мне кажется, их видишь, они, типа, быстро, наверное. Кормить не будем пока. Ну, я не знаю. С одной стороны, надо бы, конечно. Вон, кстати, забавно то, что вот видно уже снизу валяется банка из-под супа. Ну вот они валяются, да. Слушай, а можем мы их как-то переработать, эти вот, это суп? Нет. Ну, чтобы развалины уже. А мне кажется, нельзя. Ну да ладно, заканчиваем тогда день. Что-то она вообще недовольна уже, эта тетя сидит, наша главная. Только она такая была всегда. Всегда умолая. Ладно, заканчиваем день, посмотрим, чем все это закончится для нас. Ну, я надеюсь, что мы правильное решение. Сейчас сразу полили вся команда. Тут же как можно дальше, здесь конца, опа, они уже бородаты. Ой, да, я не заметила. Фермеры помадории запустили праздничные помидоры в космос. Вы размялись, хорошенько потянулись и несколько раз облетели вокруг шаттла. Точно грациозная игрушка йо-йо. Вы ловили пролетавшие мимо крошечные помидоры один за другим, от голода сделавшись еще проворней. Теперь помидоры надежно сложены в хранилище, размороженные, сваренные и закатанные в банки. Они превосходно подойдут на ужин. Мои поздравления, капитан, вы добыли суп. Судя по навигационным показаниям, мы по-прежнему направляемся к потенциальному месту посадки. Расчетное время прибытия Т4. Как будто один день. Т5 было, теперь Т4. О, да, реально, слушай, бородатый. Примите решение. Давайте посмотрим, что у нас случилось. Мы столкнулись с небольшими техническими сложностями, с пультом связи. Другими словами, мы совершенно слепы и глухи. Я не могу определить источник неполадки, но регистрирую усилившийся тональный сигнал. Капитан, это бомба! Отсчет скоро закончится. Сделайте что-нибудь, капитан! Пистолет, броня, ничего. А что я пистолетом-то сделаю? Очень такая, конечно, связь, пистолет, броня. Я не могу их выбрать, у меня потому что нет ни пистолета, ни брони. Просто ждать, что мы бабахнем, что ли? Жесть. Но у нас не остается. У нас ничего не остается, выбора. Так, стой, давай кого-нибудь все-таки покормим, Миш. Мы добыли два супа. Смотрите, ты поесть хотя бы? Да все пусть едят. Раздать всем суп. Да, да. И все. Заканчиваем день. Сейчас шарахнет. Ой, блин. Мне кажется, не доживем до последнего. Сейчас посмотрим. Смотри. А, начался день. Смотри-ка. Когда вы сели перед консолью коммуникатора, которая должна была вот-вот взорваться, и просто сложили руки, мой процессор на секунду завис. Это было крайне нелогичным, даже самоубийственным. Но мы все еще живы. Как вы узнали, что бомба не взорвется, капитан? Да никак. Судя по навигационным показаниям, мы по-прежнему направляемся к потенциальному месту посадки. Расчетное время прибытия Т3. Теперь ваше психическое состояние оптимальное. Ммм, оптимальное-то что? О, видишь, мы в норме, да. В норме, это хорошо. Но все равно типа голодные. Да что они? Просто, Миш, типа одна банка супа. Мало, написано, что надолго хватает. Я даже не знаю, кормить их еще или нет. Ладно, посмотрим, что здесь. Итак, капитан, такое ощущение, что наш корабль расшатался. Вентилятор возле терминала щелкает, а за одной из панелей большой узел из кабелей. Я рекомендую провести генеральную уборку. Лестницы у нас нет. Может быть, залезете на стул и проверите, что там с вентилятором? Или можете распутать кабели? По уму или по ловкости? У нас, в принципе, и те есть возможности. Ну, я даже не знаю. Может, давай интеллект, что ли, попробуем? Ну, давай посмотрим, что ли. Будем кормить или пофигу? Ну, пофигу. Завтра покормим. Хорошо. В следующий день посмотрим. Распутаем ли мы провода эти? У нас уже, можно сказать, десятый день. Мы почти прибыли, понимаешь? Мы почти прибыли. Да-да-да, что мы только принимаем решение, и все. Вы и другие члены экипажа попытались распутать провода заодно, из панелей шаттла. Это оказалось не так-то просто сделать. В расстройстве вы случайно разорвали кабель пополам. Ваше нетерпение привело к тому, что контакт под напряжением замкнуло на корпус шаттла. Вы и другие члены экипажа получили удар током, который дошел до мозга костей. Мы по-прежнему летим к потенциальному месту посадки. Расчетное время прибытия Т2. И? Теперь... Ну, вроде ничего такого особого не случилось. Ну и ладно. Посмотрим, что у нас здесь произошло. Я думаю, что надо будет покормить. Ну ладно. Вижу огромный объект цилиндрической формы неподалеку отсюда. Явное инопланетного происхождения. Форм жизни нет, зато могут быть припасы. Как вы станете осматривать разрушенный корабль? С ловкостью или с умом? Давай с ловкостью. Если вдруг что-то пойдет не так, по-бырому там... Кормить людей? Да, давай покормим. Так, всем раздать суп. Три штуки только осталось. Мы будем потом крафтить. А может быть сейчас найдут что-нибудь? Вот я тоже на это рассчитываю. Будем надеть. Ладно, посмотрим, чем окончатся наши поиски. Еще, по-моему, один день остался, да? Да. Ну, два. Там, по-моему, одиннадцатый день. День одиннадцатый. Ну, все на месте. Вы пробежали по брошенному экипажам инопланетному кораблю в поисках припасов. Остальные члены экипажа пошли с вами, но вы не нашли ничего, кроме пыли и теней. Пыли было полным-полно. Постойте, ведь пыль это в основном отмерщие клетки кожи, на вид совсем свежая. Покушай. Ну и по-прежнему летим к потенциальному месту. Короче, осталось Т1. Эммит больше не голоден. Эммит сообщает, что он рад, что вы его капитан. Он, походу, сходит с ума. О, а почему вы... А, ну все, мы же их накормили. Почему? А, ну да. А этот все еще хочет жрать. А у нас осталось три банки супа. Может, нужно их как-то скрафтить? Мы можем сделать суп. Давай. Сделаем? Да. Чпок. Все, у нас суп готовится. Единственное, что мы еще... Ой-ой-ой-ой. Переработать можем, например, наше руководство. Ну, давай. Я думаю... Да нет, 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 конечно, я шучу. Ладно, что у нас произошло? Капитан, вам нужно кое-что увидеть. Сканеры нашли контейнер, который дрейфует в космосе поблизости от нас. Интересно, что внутри? Что будем делать, капитан? Попробуем затянуть контейнер на борт? Да. Думаешь? А вдруг там... А вдруг там... Ну, даже есть там этот, как его, чужой. Ну, вот чуть-чуть мы пришли. Мы почти приехали, понимаешь? До земли. Ну, ладно. Давай, нет. Я за безопасность нашей команды. Все-таки мы почти прибыли. Окей. А кажется, что на самом деле мы не прибыли, а на самом... А нам капс, да. Но зато мы сейчас, понимаешь, вон, она уже вон в люке видно. Таинственный груз, который вчера засекли сканеры, уже далеко от нас. Вы упустили шанс погрузить его на борт. Может быть, это была ловушка, а может быть, наше спасение. Вы никогда не узнаете. Может быть, это и к лучшему. Одно я знаю точно. Здесь мы не одни. Вон, видишь? Да-да-да. Дивный новый мир. Такс. Так, мэм. Мои сканеры показывают большой, очень большой сюрприз. Перед нами появилась темная планета с грозовым небом. На ней бушует гроза, но под темными вихрями мои сканеры видят туманные, неясные сигнатуры тепла и множество строений. Постоянные грозы, вероятно, лучше, чем этот немыслимо пустой вакуум. Готовится к посадке, капитан? Попробуем? Да-да-да-да-да! Поедим перед этим или как? Давай, пускай, а то мало ли чё. А нам не всем хватит. Кто там не голден-то? Вот этот. Вот тебе и достанется. Но можно смотри. Ну хотя, давайте вот так. А, слушай, голодна. Так, еще вот этот чип. А, слушай, сработало, что я дал, да? А, кстати, давай проверим, у нас что, создалось? Нет. Суп-то? Да. Ну, судя по всему, наверное. Я могу еще поставить. Странно. А, у нас смотри сколько... А, нет, вон у нас химикатов. И здесь суп можем делать. Еще сделаем. Надо было раньше делать. Ну ладно. Поехали на эту планету. Не знаю, чем все это закончится для нас. Возможно. Что прикольно, если даже мы сейчас проиграем, в игрушки есть еще заново прохождение. Это тоже будет интересно. Да-да-да, так что... Если что, можно все переделать иначе. Наверное, плюхнулись туда, какие-то... Ух ты, мы теперь и на планете. Ну, кстати, прикольно, на самом деле. Во время нашего снижения к грозовой планете член экипажа Элис вдруг сказал... Элис, это кто? Это вот это Чика? Наш. Это не гроза, это ядерная зима. Он предположил, что недавно... А, это он, он, он. Да, в очках чувак. Шумный чувак. Что недавно на этой планете разразилась ядерная война, а мы видим ее последствия. Однако, сказал он, под вашим началом нам никакая зима не страшна. Помню, что сказал Эммит, вы успешно провели наш корабль мимо самых яростных бурь и сумели посадить его на безопасном участке. Однако, к сожалению, при посадке наш коммуникатор сгорел из-за электричества в атмосфере. Сразу после посадки Эммит выглянул наружу и понял, что это не ядерная зима, а нечто иное. Эта планета пережила множество войн и повреждений, как ядерных, так и обычных. Нам нужно соблюдать осторожность, когда мы отправимся ее следовать, капитан. Капитан, я вам уже говорила, что я запустила ремесленную систему изготовления предметов в задней части шаттла. Рекомендую вам использовать это устройство. Мы все еще полностью психически уравновешены. Изготовление завершено. Доступен новый предмет суп. Вы больше не голодны. Фух, это было жестоко. Посмотрим, что у нас произошло. Капитан, модуль экспедиции, который находится за кабиной, включен. Вам осталось только одеть кого-нибудь в скафандр и отправить наружу. Мы должны маленький шаж... А, мы должны узнать об этом месте все, что можно. Маленький шажок для астрогражданина, гигантский прыжок для остатков человеческих. Какого остатка-то? Это для нас. У нас всю землю разнесли. Слушайте, я думаю, что нужно паузу уже сделать. Я, кстати, вижу кое-чего вон справа. Смотри, там труба поближет. Да это да, у нас все ее разнесло. Ты не видишь все проводы. Ладно, мы сделаем, короче, паузу, ребят. И если хотите продолжение этой шикарной игрушки, мы обязательно это сделаем. Я надеюсь, вы поддержите. Мы будем дальше выживать в этом необъятном пространстве. Посмотрим, куда это все зайдет. Да, всем в хорошем настроении, всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok